Библейский взгляд на брак В современном обществе по этому вопросу ведутся споры, но в Библии совершенно четко сказано, что это союз между мужчиной и женщиной Давайте начнем со второй главы книги Бытия Бог творит женщину, Адам восклицает «Ничего себе!» Они вступают в отношения и становятся одной плотью Прелесть также и в том, что первым людям было неведомо чувство стыда Я считаю, что это чувство присуще всем людям Я много работаю с людьми и могу сказать, что в основе, в сердцевине Многих проблем, с которыми они ко мне обращаются, лежит чувство стыда Попытки с ним справиться и связанные с ним переживания Сила преодоления стыда кроется в способности проявить уязвимость, признаться в том, что заставляет стыдиться Когда после признания люди не отталкивают себя напротив Принимают с любовью и пониманием, чувство стыда пропадает само собой Стыд возникает, когда человек рассуждает так Я знаю, что совершил нечто или обладаю каким-то качеством, из-за которых вы от меня отвернетесь Это не просто чувство вины, а еще и переживания, связанные с отношением ко мне людей Меня обесценят, отвергнут, будут презирать И когда я признаюсь в том, чего стыжусь, а меня все равно любят и понимают, стыд пропадает Итак, прекрасный опыт, прекрасное событие, описанное в бытие Два двое становятся одной плотью и не стыдятся друг друга Но уже в третьей главе все меняется И после грехопадения у людей возникает чувство стыда И не только оно Приходит проклятие, и теперь человечество до конца своих дней вынуждено жить с его последствиями Итак, сначала двое, одна плоть и отсутствие стыда после грехопадения Двое остаются одной плотью, но теперь испытывают стыд В браке происходит нечто уникальное Чего не наблюдается ни в каких других отношениях В своей работе я вижу подтверждение тому, что вот это единство плоти двух людей — некая тайна Любопытно, что когда люди вступают в брак, они формируют то, что я называю общей Единой психологией, единой личностью Нет собственной личностной черты, вы не утрачиваете Но если подольше за вами понаблюдать, особенно когда вы общаетесь, взаимодействуете с супругом Можно увидеть, что в присутствии супруга вы будете вести себя заметно иначе Я могу сказать, у меня какие-то свой тип личности, свои личностные свойства Но присутствие рядом с женой что-то в них меняет Происходят какие-то весьма любопытные преобразования Но к этому мы еще вернемся Бог присоединяется к этим отношениям с тем, чтобы навсегда их скрепить, чтобы супруги не разлучались Интересен брак тем, что никакие другие отношения в Библии не описываются как тайна Именно отношения жениха и невесты характеризуют отношения Христа и его церкви Всем этим я хочу подчеркнуть вот какую мысль Супружеские отношения уникальны, не похожи ни на какие другие Следовательно, и относиться к ним следует именно так Правила, применимые к другим отношениям, здесь не работают Это значит, что принципы взаимодействия с сотрудниками на работе могут оказаться непригодными, неэффективными в общении с супругом Потому что супружество — это нечто совсем иное Это единственная связь, которая задумана как неразрывная В которой людям предназначено становиться все ближе друг к другу и достигать все большего единства на протяжении всей жизни Это единственная связь, которая в Библии описывает тайну отношений Христа с церковью Она совершенно уникальная Об этом нельзя забывать, когда вы работаете с брачными отношениями или проповедуете о них Конечно, хотя мне и не хотелось бы, можно, как это делалось тысячелетиями, полемизировать по поводу того, является ли брак таинством, дается ли в нем благодать, освящающая этот союз и так далее Кто-то говорит, что да, кто-то считает, что нет Для нас с вами главное — уяснить для себя, что брачные отношения не похожи ни на какие другие Уже потому, что супруг — единственный человек, с которым вы спите каждую ночь Несколько слов скажу вам о богословской истории Споры по вопросу о разводе и повторном браке ведутся тысячелетиями Августин считал брак таинством, способом передачи благодати, исходя из значения греческого слова «мистерион» И пятой главы послания к Ефесиным, где говорится об отношениях между Христом и церковью Августин не допускал возможности второго брака для невиновного супруга даже в случае прелюбодеяния Иначе говоря, он выступал против второго супружества Под влиянием взглядов Августина в западной культуре и западной церкви сформировалось отношение к браку как неразрывному союзу Браки не должны расторгаться В средние века некоторые церковные соборы на западе стали разрешать повторный брак после прелюбодеяния Или в результате продолжительного раздельного проживания Как видите, церковь столкнулась с проблемой супружеской неверности При изучении текста Матфея 19 возникает вопрос, почему Иисус употребил слово «порнея», а не «майкея» Мне кажется, это значимый момент, так что призываю вас поглубже его исследовать Тем не менее, позиция Августина оставалась преобладающей Поддерживал ее и Фомаквинский Протестантские реформаторы, в отличие от Августина, и католиков не признавали брак таинством Отвергли полный запрет на расторжение брака Признавали возможность развода Признавая святость и принципиальную нерасторжимость, ненарушимость супружеского союза Они считали, что определенные деяния могут разорвать брачные узы Тем не менее, по поводу оснований для развода и повторного брака согласия у протестантов не было Такова ситуация сегодня Вы можете пойти по семинарии, пообщаться с разными преподавателями богословия и услышать целый ряд позиций по этому вопросу Лютер считал запрет католиков на расторжение брака неправильным Он считал брак хоть и священной, но гражданской церемонией А также крайней мерой в случае супружеской неверности, импотенции, отказа от супружеских отношений, оставления супруга или супруги Кроме того, Лютер считал, что невиновный супруг может вступить в новый брак Кальвин признавал право на развод в случае прелюбодеяния и оставления супруга на основании непримиримых различий в религиозных убеждениях Для него был значим этот фактор Цвингли Основанием для расторжения брака считал прелюбодеяние как вопиющую измену А также оставление супруга, супруги, угрозу безопасности жизни и здоровья, иначе говоря, физическое насилие Душевное или, иначе говоря, психическое расстройство Ну а Буцер к этому списку добавил еще и взаимное согласие Как видите, на протяжении последних веков позиции богослова в отношении основания для развода разнились Большое дело начинается с малого пожертвования И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек Поддержите наш проект молитвой и финансами Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com Мне брак видится так Среди моих предков было много плотников и фермеров Дед, например, был фермером и столяром Он занимался изготовлением мебели Однажды он даже разрешил мне поучаствовать в этом процессе На тот момент я, тогда еще подросток, открыл для себя некоторые интересные вещи Когда мы делали комод, нужно было изготовить верхнюю поверхность, как бы столешницу Оказалось, что из цельного куска древесины она не делается Так что, когда вы видите стол или комод или какой-то другой довольно большой предмет мебели Знаете, что чаще всего их верхние поверхности сделаны из нескольких частей Четырех, шести, а то и восьми дюймов в ширину Которые соединяются вместе И образуют столешницу Чаще всего это не цельный массив дерева И не потому, что это невозможно из-за размеров дерева Мой шкафик был вот такого очень скромного размера А потому, что мастера понимают Дерево — это натуральный материал, состояние которого постоянно меняется Поэтому большое цельное полотно рассыхается и деформируется А с маленькими это происходит редко и незначительно Поэтому что делает мастер? Он берет, скажем, красное дерево, пусть столешница будет из него И подгоняет цвет, текстуру и режет на куски После этого сочетает текстуру и состыковывает рисунок поверхности А затем обрезает кромку Сейчас это делают фрезером, а дед снимал торцы вручную Когда плиты столешницы склеиваются, волокна идут в правильном направлении И хорошо подогнан цвет Вы не заметите даже с расстояния в полметра, что столешница сделана из нескольких тонких плит Но если дома вы присмотритесь каким-то предметом мебели, сделанным из дерева Не ДСП, фанированное шпоном То увидите стыки Так вот, какой любопытный урок я из этого опыта извлек В свои 12 я думала так «Дед, вот ты берешь цельное полотно дерева, режешь на части Переставляешь, подгоняешь, обрезаешь, склеиваешь, скрепляешь, оставляешь на ночь и потом делаешь столешницу Разве после этого она не будет менее крепкой?» «Нет», — отвечал дед «Если все сделано правильно, части идеально подогнанной и склеены, клей оказывается прочнее самого древесного волокна» Это можно было бы легко показать наглядно Если взять такой склеенный кусок столешницы и попытаться разбить его или сломать о колено, он разломается не в месте склейки, а в месте удара, потому что древесное волокно само по себе слабее Что я этим хочу сказать? Я искренне убежден, что если Бог сотворил нас для взаимоотношений, то следующее верно даже для дружбы, скажем, между Иоаннафаном и Давидом И уж тем более для супружеских отношений между людьми Душевная близость скрепляет нас, как клей, скрепляет древесные пластины, связывает воедино так, что части перестают быть различимы, и мы образуем единое целое Вижу ли я различия между вами и вашим супругом или супругой? Безусловно, но и единство тоже вижу И когда оно нарушается, человек уже никогда не будет таким, как прежде Это правда Близкие становятся для вас первичными объектами, которые, как никто, влияют на вас и на ваше формирование Люди, с которыми у вас сложились очень близкие отношения, сформировалась телесная связь, будут постоянно оказывать на вас влияние и менять вас Почему разрыв таких отношений переносится крайне болезненно? Мне кажется, что люди не вступают в близкие отношения с таким пониманием Это будет не просто завет, а слияние, подобно склеиванию частей столешницы С подобными случаями вам наверняка придется столкнуться в своей работе и в служении с болью От разрыва близких отношений Этой аналогией я хотел бы завершить наше сегодняшнее занятие К следующей неделе Прошу вас прочесть все упомянутые тексты из Библии Я разобью вас на группы по 4-5 человек И попрошу хорошенько обсудить вашу стартовую, либо уже сформированную позицию в отношении развода Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok